Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать PlusTax на ваш компьютер. Также вы можете выбрать, какую скачивать версию. Недавно вроде бы как появилась 10-я версия. Также есть 5-я и 4-я. Смотрите, нажимаем сюда вот на кнопочку «Смотреть все версии». Переходим на следующую страницу сайта. Блистаем вниз. Здесь вот 5-я версия. И также есть 4-я. В принципе, мне кажется, от версии особо ничего не зависит. Единственное, что может быть какая-то быстрее будет работать, какая-то медленнее. Но насчет этого точно не знаю. И советую скачивать самую стандартную версию. Либо 32-битную, либо 64-битную. В зависимости, какая у вас версия на компьютере стоит. А насчет вот этих двух версий. Не знаю, в чем разница. Может быть, тоже в скорости. А вот можно нажать и посмотреть, что здесь написано. То есть, я думаю, здесь разберетесь. Вот смотрите, что здесь написано в этих версиях. И там уже потом выбирайте, какая вам больше подойдет. Но лучше всего стандартную скачивать. Сегодня буду скачивать в видео 10-ю версию. Заодно посмотрим, как она работает. Нажимаем сюда на кнопочку «Скачать». Скачивается файл. Мы его открываем. Здесь все разрешаем. То, что высвечивается. Дальше кнопочку нажимаем «Стоп». Пока не нажимаем. Смотрите. Если вы хотите скачать Bluestacks именно в какую-то папку или на какой-то диск. Нажимаете «Изменить путь установки». Здесь выбираете папку, куда вы хотите установить. Я установлю, допустим, на диск D. Где он у меня здесь? Вот диск D. Окей. Все. После того, как изменили, нажимаем кнопочку «Установить сейчас». И ждем, пока он установится. Так, все. Bluestacks вроде бы как установился. Здесь идет сейчас проверка ресурсов. В принципе, по идее, она должна быстро пройти. В целом, скачивание Bluestacks у меня заняло около... Ну, точнее, установка около трех минут. В принципе, довольно быстро. Так, здесь, если у вас антивирус ругается на это приложение, естественно, мы разрешаем, чтобы установилось все четко, все отлично было. Чтоб не было никаких ошибок. Потому что, если вы запретите установку какого-то файла, то у вас само приложение может некорректно работать, либо вообще сломаться и не запускаться. Так, уже почти проверил. Половина осталась. Даже чуть меньше половины. Так, все. Наконец-то завершилась проверка установки приложения. Я, конечно, думал, что это намного быстрее все будет, но... Вышло чуть, на самом деле, дольше, чем я ожидал. Ну, ладно. В целом, все равно как-то. Так, по идее, сейчас у нас уже должен запуститься Bluestacks. Да, вот он запустился. Кстати, сразу вижу разницу между пятой и десятой версией в дизайне и в функционале. Здесь десятая версия сделана полностью по-другому. Я бы даже сказал, полностью переделана почти. Потому что в пятой версии это там более как-то сделано на базе андроида. А здесь оно особо так не выглядит, то, что типа это андроид. То есть прикольно сделали. И вот все. В целом, как видите, у нас установился Bluestacks 10. Вот он работает, как видите. Можем скачивать все, что угодно. То есть любую игру, любое приложение, заходить в браузер. И в целом радоваться игрой на компьютере с помощью Bluestacks. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.